Человек должен прийти и иметь confidence, уверенность. Я считаю, даже если она все-таки нету ее, он должен быть готов к переменам, к примеру, к открытию. Не бояться ошибок, это обязательно. Любая степень в жизни, любой следующий шаг, он рискованный. И вот когда ты решился, вот все, буду учить язык, он мне нужен, он мне пригодится. Либо это для экзамена, либо для ЕГЭ, либо для еще чего-то. Либо для будущей профессии или уже сейчас в карьере. Ты не должен бояться ошибок. Вот ошибся, да, поработал над ошибкой и заново, все повторил, все получится. Трудно, трудно. Но если что-то просто, то зачем к этому стремиться? Школа помогла сильно, причем не только с точки зрения английского языка. Она, безусловно, помогла в этом. Но еще она помогла мне раскрепоститься, не стесняться, излагать свои мысли так, как есть. Я занималась в группе, приходили такие стеснительные, скажем так, неуверенные в себе. Не обладали, вот, например, обладали каким-то объемом теории. Они могли его применить на письме, но вот практики вот этого языка не хватало. Где-то минусы какие-то, конечно, это все, как бы, с помощью учителей, с помощью хорошей, как бы, программы. Это все, конечно, восстанавливается. И человек, вот, становится более уверенный в себе с помощью вот этих различных лайф-клаб. Мы читаем книги, мы приходим, мы их обсуждаем.